что это такое у нас пылесос блин там путь какой-то классный ну вот от чего он тут нет этого вот еще одна кучка здесь мелочевки много всякой машинка клатроник машинка кто-то меня спрашивал машинку значит телефон разбитый ну и все в принципе проверим клатроник может быть кому-то пригодится потому что у меня кто-то спрашивал смотрите сколько металла здесь на выкидывали для любителей металлолома очень даже нехило мы поедем дальше искать заглох вот это кучка и смотрите я не могу playstation 1 или 2 вот это надо забирать это что такое что за радар радио такого на велосипед и вот playstation адаптер самая playstation нет ну вот эту штуковину возьму короче вот тут блин с этой стороны стоит и с этой стороны стоит здесь какая-то интересная вещица хочу посмотреть что это что это такое это какая-то понятно понятно короче это нам не надо поедем дальше опять ездят конкуренты сейчас я вам их покажу но это даже не не только они ездят тут еще как минимум два бусика вот этот бусик он видите да какие-то дядюшки ездят и еще два буса ездить смотрите на сколько всего меня интересует только то что в сумке в сумке у нас магнитофончик и больше ни хрена хорошего интересного нет только хлам едем дальше так что здесь а его а его больше ничего хорошего поехали дальше это что за чудо такое что за чудо такое чудное какой-то блин тренировочный аппарат но ну тут блин один винтаж смотрите в коробках винтаж так винтажный велосипед ктм ктм даже крючки так ну и тут один винтаж тоже даже сколько хранился такой винтаж чтобы его только теперь выкинуть офигеть он еще кучка лежит там пылесос какой-то останавливаться не будем поинтаж появились конкуренты сейчас только что встретил автобус конкурирующей фирмы так сказать да вот куда без них куда вот ребят какой-то бак от мотоцикла зашкуренный и телевизор старый сейчас проедемся по этой улице и поймем дальше вот здесь остановился потому что интересно смотрите выкинули клюшки для гольфа мне интересно фирму узнать что за фирма потому что есть клюшки довольно таки дорогие вот эти наверно клюшечки я заберу все а дома я их пробью насколько они дорогие или недорогие смотрите ребят для любителей собирать кабеля вот лежит целый мешок таких вот проводов кабелей телефонные там или компьютеры не знаю но медные внутри вот так вот целый мешок огромная куча впереди сейчас будем смотреть что здесь есть ну как всегда тут блин любителям проводов конечно тут рай смотрите все это для огорода для подстригания такие лампы вот но все электрическое такое скажем так не ликвидное все электрическое не ликвидное к сожалению кабеля ну я говорю любителям кабелей прям рай здесь а мы едем дальше ребят привет всем и что вот и вторая часть наступила да и вот я пытаюсь тут разобраться вы видели там я взял кое что вот пытаюсь разобраться что это за блин шняга то есть я уже разобрал ну конечно сделано тут все так и вот на горячем клею сидели вот эти платы даже не на винтах вот что там еще непонятно есть какие-то плотнители вот если там динамик вообще тоже не знаю не известно скорее всего нету вот и это плата питается до 12 вольт здесь кстати сейчас нагрелась уже и вот тут как бы должен быть дисплея на который должен выходить какая-то информация вот сюда другую подключал тоже вот сюда вставляется флешка вот ну у нас не та ни другая не работает поэтому я не знаю скорее всего придется все это выкинуть единственно что там как бы для нас бонус это 22 вот таких вот с крышками вместе откручивается два вот таких блока питания на 12 вот неплохие оставим и вот и мне бы еще хотелось да здесь вот здесь смотрю ничего больше нет но мне бы еще хотелось открутить вот эти четыре винтика и посмотреть что за дисплей там стоит так это не подходит вот скорее всего это были какие-то презентационные какие-то штуки где-то они стояли так красиво и на этих дисплей чеках что-то показывалось какое-то видео либо картинки воспроизводились которые от флешки на флешке это вот должны были быть да вот сейчас с ними посмотрим ну не взять я это не мог потому что самому было интересно посмотреть и узнать что это вот видите дисплей обычный дисплей плата и кобелёчек к нему выходит и он кстати оборванный здесь да вот поэтому он и не работал скорее всего смотрите вот здесь вот штука вот это было выдернуто поэтому он ничего нам и не показывал вот сейчас мы сделаем ход конем сейчас я отсюда сниму дисплей поставлю кабель попробуем все таки подключиться она ребят здесь короче у обоих этих мониторов проблема здесь вот вот тут здесь и здесь вырвать вот вот эти гнезда куда куда вот этот кабель вставляется то есть все мы установили что маленький мониторчик вот тоже посажем кстати просто на клей вот так это выглядит вот гнездо вырвано ну ладно просто просто возьмем и все это выкинем назад ну и мы сейчас продолжим а вот забыл показать ребят утюг короче взял его да вот но при ближайшем рассмотрении видите шурупы новые да и поверхность рабочая совершенно не гладкая то есть это утюг это как бы ну реплика на старый утюг да хотя в принципе он такой же сюда можно уголь там это все но это реплика вот ну я думаю что такие реплики покупают в этом в ю тубе в ю тубе сказал выбей вот стоить конечно дорого он не будет ну поставим вот а вот телевизор который мы взяли панасоник сожалению с ним проблема была и от него от него остался только вот этот пульт на сам телевизор оказался не рабочим вот а пульт кстати у меня где-то похожий пульт еще есть вот смотрите панасоник панасоник а это dvd это тиви то есть вот так у меня уже целый комплект от панасоника кстати они тоже продаются пункты такие современные пункты они всегда продаются так ну и переходим дальше 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 давайте дальше пойдем в этом ящичке оказался вот такой кабель для пятерки почему выкинули потому что у него вот эта штука соскакивает я сказал для пятерки да ну да в принципе с пятерки начинается такое подсоединение вот и сейчас я покажу пару вещичек значит что у нас здесь здесь у нас вот такие два для playstation 3 по моему это у нас пульт и контроллер да с кабелями короче playstation 3 вот но оставим потому что у нас собирается и вот такой ребят найден этот пультик мне кажется такой пультик можно для телевизора использовать я думаю смотрите сейчас мне вот только не понятно у него он как от bluetooth работает то есть к нему нужен еще какой-то стик или нет вот такая батарея здесь стоит нокиевская вот и вот мне интересно какой-то стик который в телевизор должен втыкаться надо ли нет либо он сам так ловит общем у кого есть какие соображения по этому поводу я конечно пробью это все но тут даже модели не написано нигде вот у кто кто знает у кого есть опыт так таких вот пультов скажите как он работает как его соединить с телевизора положила пока сторону так идем дальше смотрите вот такой вот планшет от amazon сейчас включу увидите он короче включается 9 процентов видите у него битый touch и он вот вот так допустим не работает а вот так не помогут так вот так вот а так работает то сейчас он говорит там что-то включить ему но вот как раз здесь от трещина и от видно что она это как бы плохо взаимодействует в общем touch у него поломан а сам рабочий короче все там ну вот видите да просят чтобы ему его на зарядку поставили ну и от amazon модель не знаю тут нужно через увеличилку смотреть вот она будем разбираться будем смотреть посмотрю возможно увидеть вот так вот возможно ему можно вам отдать если он конечно стоит того посмотрим разберемся а мы идем дальше так у меня вот действительно такой натуральный house плац смотрите что найдено было я бы вот порядок уже на вот такой проигрыватель пластинок мне сейчас понадобится кабель ребят смотрите называется техникс вот сейчас я вам покажу вот он техникс сл qd-33 что мы сейчас будем делать сейчас мы его включим в розетку и будем посмотреть лампочка горит освобождаем эту штуку давайте поставим на него пластинку чтобы он просто так крутился на пластинку сейчас мы вытрем такой оставил себе пластинку для итак у нас здесь кнопка play есть старт вот вот он сейчас еще и музыку нам сыграет ну конечно его нужно будет подключать к какому-то усилку вот но это мы тоже сделаем давайте теперь стоп нажмем посмотрим назад уйдет в общем рабочий смотрите рабочий рабочий хороший и единственно не хватает крышки все зачетная находка я уже смотрел такие аппараты стоят мне дешево поэтому по любому зачет и мы сейчас его уберем я вам покажу еще один вот такой аппарат здесь значит крышечка есть здесь у нас вроде бы все все на месте все отлично но какой-то мудак взял и отрезал здесь провода поэтому придется причем здесь провода но это выход на просто взяли отрезали в общем придется все эти провода сюда добавлять с ним нужно работать вот тоже неплохой dual с нет c с 360 q вот это же довольно таки не дешевенький крышечка есть но крышечка конечно немножко тут поцарапана вот full automatic написано вот так выглядит то есть состояние его принципе хорошее вот в общем надо надо его смотреть с ним надо работать итак следующая находка у нас вот такой системник medium windows 7 стоит но и нихрена тут нету короче такой этот офисник вот причем довольно таки уже видавшие виды скажем так вот скажем скажем так что уже беспонтовый ребят я недавно у меня были в обзорах такие medium там были 3400 и 3500 вот там 3400 он продался блин за 17 евро поможете себе представить компьютер за 17 евро продался то есть это вообще ну ничего совершенно вот поэтому смотрите сколько пыли здесь вот нет здесь жесткого диска короче мы его снимем 2 гигабайта у него ddr2 стоит вот и я сниму материнскую плату уже потом без вас и сюда мы отправим на афинаш эти вещички оперативную память мы не будем такой подлаги габайта афина афинажировать вот а все остальное на афинаш уйдет в общем я убираю в сторону так пыль с него полетела мне нужен сейчас кабель вот он сейчас любители винтажа офигеют потому что смотрите ребят вот такой был подобран там была одна одна остановка где нужно было все это очень-очень быстро забирать и валить ну не потому что валить не потому что там что-то стремно потому что конкуренты ездят нужно дальше ехать и смотреть вот смотрите у нас вот такой аппарат сейчас скажу это у нас универсум супер зонт 16000 вот им радио у него работа чем можно включить вот видите да здесь найдет не найдет вот ну ищет короче это по-любому работать включаем кассету и кассету включаем здесь вот короче кассета это моя из найденных тоже вот не она не было то смотрите ребят магнитофон просто вну в идеале вот вот если на него посмотреть вот так вот да вот посмотрите он в идеале он не царапан не биты не мяты единство там допустим ну где-то вот тут вот пыль там чуть-чуть есть которые легко можно убрать вот там допустим вот все это легко уберется ну магнитофон в идеале вообще я его уже показал доктору тейпу он говорит ну вообще супер вот и кстати сказал что вот эта панель обычно у них белая а тут черная вот в общем такой блин доктору тейпу тут делать не хрен вот работает подсветка все есть смотрите в общем блин супер супер аппарат так дальше с этим аппаратом надо у нас еще очень много всяких находок вот такой вот вот такой компьютер типа игровой да смотрите тут температура фан спит то есть это фан это как это скорость вентилятора здесь фау у не знаю что такое вот так он выглядит внутри два дисковода лампочки в общем давайте его откроем посмотрим что у нас стоит и так сказать сделаем выводы что с ним дальше делать ну такой интересненький интересненький не знаю что будет за за как им стоять процессор здесь вот на 650 ватт у нас стоит вот такой вот блок питания и процессор может быть fx если fx это будет конечно классно вот и не хватает здесь у нас как это видео карты и вот тут какая-то еще фигня стоит смотрите дуаль видео карты дуаль видео карты вот такая вот вещица ребят кто знает что это такое и для чего это я знаю этот специалисты все вот такая вот вещи состоит вот ну посмотрим короче я на него поставлю оперативку поставлю на него короче мы его я обещаю вам мы его запустим посмотрим что за чудо техники вот и потом значит решим что с ним делать вообще конечно смотрится он интересно не то чтобы так прям вообще сейчас современные компьютера игровые выглядят немножко иначе вот но этот такой вот такой скажем так винтажный вариант попробуем его все таки из него что-то замутить мне нравится вот эти вот штучки штукенции вот эти вот такие индикаторы так а здесь написано ааганда что это зааганда такая ладно уберем его пока в сторону и и так что ребят сейчас я посмотрю по сторонам все ли я вам показал вот мне кажется вроде бы как бы все давайте давайте на этом сегодня закончим у нас самое самое интересное в следующем выпуске будет вот у нас есть один ящик который я еще даже сам не разбирал там много нищиков всяких было интересных но я даже сам не знаю что там вот и у нас еще много много есть ноутбуков и системников поэтому до следующего видео всем вам пожелаю удачи подписывайтесь на канал чтобы не не прозевать следующее видео в общем всем удачи пока пока